В эфире Крик Криминал Комментарии в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Обошлось без стрельбы. Полицейские на российских машинах догнали премиальную иномарку. Почему тактика иногда важнее скорости? Погоня за криптовалютой. Миллион чужих киловатт сжег столичный предприниматель ради мечты разбогатеть. Что он пояснил в столичном суде? Сельский палач. За топор схватился житель Ижмы в споре с сыктывкарским приятелем. Терзает ли его муки, как в Достоевских романах? Шаткая походка. Вышел из бара и устремился за руль, чем сразу привлек внимание полицейских. Водителя черного кроссовера по улицам Сыктывкара пришлось преследовать сразу четырем патрульным экипажем. Нарушитель полчаса пытался оторваться от полицейских, но в этом заезде проиграл. Строго ли наказали лихача, знает Евгений Стокос. Поведение этого водителя автоинспекторам кажется подозрительным. В пять утра мужчина шаткой походкой выходит из пятейного заведения в направлении премиальной иномарки. Как только кроссовер трогается с места, полицейские пускаются за ним в погоню. Справа остановку делаем, инфинити. Причал 763, машинка не останавливается на требовании. Иду по свободе вниз в сторону Кирова. С улицы Кирова нарушитель сворачивает на Кутузова и устремляется в микрорайон «Орбита». На требования полицейских об остановке водитель никак не реагирует. Едет на высокой скорости и резко перестраивается из ряда в ряд, при этом чудом избегает столкновения с другими автомобилями. В остановку делаем, стрелять буду. Аккуратно. Открывать огонь по колесам автомобиля вблизи жилых домов полицейские не рискуют. Нарушитель выезжает на трассу, но тут же возвращается в город. По центральным улицам столицы Лихач гонит, невзирая на опасность для пешеходов и других автолюбителей. Почти каждый перекресток проезжает на красный свет. В местечке лесозавод сотрудникам ДПС удается окружить нарушителя. Машину зажимают в тиски, вынуждая кроссовер сбавлять скорость. В конце концов Лихач останавливается. Водитель пытается сопротивляться, но его быстро укладывают на асфальт, а затем доставляют в дежурную часть. Двигался от улицы Свободы и не останавливался на неоднократные требования об остановке сотрудника полиции. При остановке, а именно 05.15, по улице Каркировска, дом 9, все-таки остановился. При общении с гражданином исходил явный резкий запах алкоголя изо рта. Водитель наотрез отказывается проходить тест на алкоголь. Несмотря на непростую ситуацию, мужчина, тем не менее, не теряет чувство юмора. Судья за ним не лишит, но много-то, наверное, да? Год, да? Не знаю, судья как лишит. Не, а злостных там лишают, блин. Я не знаю, я ведь не судья. Я-то че, блин? Покатались, погоняли, но я красиво же ехал. Никого не задели, самое главное. Ну. Выбивали-то что сегодня? Ничего, я вчера выпивал. А вчера? Вчера еще был. Вчера? Да, что пили? Пиво. До сих пор запах, да? А, вот это все идет в суд, что ли? Угу. Здравствуйте. Мой дорогой судья. Риноват, исправлюсь. Что толкнуло водителя на неоправданный риск не только для собственной жизни, но и других участников дорожного движения, он объяснить полицейским не смог. В отношении мужчины за грубое нарушение правил инспекторы составили 12 административных материалов. Кроссовер отправили на штрафную автостоянку. Теперь мужчине придется оплатить транспортировку и хранение железного коня, а также перечислить государству кругленькую сумму за административные штрафы. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь суд должен минимум на полтора года лишить Сыктывкарса водительских прав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ранее судимый за убийство Николай Филиппов, который недавно освободился из колонии, некоторое время обитал в этой квартире в доме по улице Димитрова, которую соседи уже давно прозвали Притоном. В ночь на 2 декабря 2020 года здесь собралась очередная пьяная компания. Причем без хозяина, который в тот момент при смерти лежал в больнице. Во время застолья началась поножовщина. Он начал мне сенсорную броню выражаться, оскорблять меня матами всякими. После чего я ударил ему в лицо. Что он делал? Он достал нож? И начал размахивать. Я его поймал вот так. Потяжил его здесь и сделал порезы. Раз за три. Возможно, поверженный мужчина остался бы жив даже после 9 ножевых ранений, но Николай взял топор и зарубил его. После этого сходил за своим двоюродным братом и попросил его помочь избавиться от тела и улик. Можете рассказать то, что делал? За ноги вот брал. Мы подняли на диван, потом на подлоконник его кинули. Потом через окно прогнули, открыли люк, засунули, закрыли и пасли. После того, как тело с практически отсеченной головой братья спрятали в канализационном коллекторе, они замыли следы крови в квартире. Избавились от одежды и орудий преступления. Сокрыли труп. Он помог сокрыть орудия преступления. Они в речку выкинули в районе улицы Ручейная. Туда выкинули топор и еще два ножа. Одежды, в которой они были, сумки, то, что вот это все собирали, они выкидывали, они это все сожгли в районе бывшего мелькомбината. Впрочем, предпринятые меры не помогли им избежать уголовной ответственности. Работники магазина, возле которого в канализационном коллекторе лежал убитый мужчина, утром увидели у себя подтопление в туалете и вызвали коммунальщиков. Те, обнаружив тело, вызвали полицейских. У приехав на место поднушествия была установлена личность мужчины. Также было установлено предполагаемое место совершения преступления. Одна из квартир расположена неподалеку от данного люка. Были следы волочения непосредственно от люка до окна квартиры. Также имели следы бурого цвета на подоконнике квартиры первого этажа. Убийцу его пособника по сокрытию улик арестовали. Оказалось, что они уже находятся под следствием по другим уголовным делам. Основной фигурант совершил грабеж в магазине, когда пронес мимо кассы бутылку водки. А его брат воспользовался ситуацией и похитил банковскую карту случайного собутыльника, по которой отоварился почти на 3000 рублей. Кроме того, его обвиняли в избиении двух мужчин в общежитии на улице Катаева. Впрочем, эти преступления он не признал. Дескать, кредитку ему дал сам владелец купить алкоголь и закуску. Перед приятелем, которому он в драке сломал челюсть, он извинился и покупал ему лекарства. Во второй драке он обвинил другого человека. Он говорил, что у него конфликтов никаких с этим человеком не было, что он его не трогал, что он якобы просто проводил его из комнаты до двери и вернулся в комнату, где распилоспортного. Однако, показаниями свидетелей было установлено, что конфликт у них начался еще в комнате, о том, что Филиппов начал избивать его еще в комнате. И после того, как они вышли из общежития, Филиппов избил потерпевшего на улице. Это зафиксировала камера, которая была установлена на соседнем зоне. Братья, которые перебивались в Сыктывкаре случайными заработками, в том числе на строительстве стадиона, постоянно злоупотребляли спиртным. Пристрастие к зеленому змею и толкало их к совершению преступлений. Сыктывкарский суд учел все обстоятельства и назначил основному фигуранту 12,5 лет колонии особого режима. Николая Филиппова приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. У них осталось право на апелляцию. Устроил подпольную криптоферму и нелегально подключился к электросетям. Сыктывкарский суд вынес приговор столичному предпринимателю Алексею Рогачевскому. Его признали виновным в причинении путем обмана и мышечного ущерба в особо крупном размере. Суперприбыльный бизнес подпитывался бесплатной электроэнергией в фантастических размерах. Больше 1,3 млн. кВт на сумму свыше 5 млн. рублей. И это только цифры за последние три месяца работаем. Репортаж Ольги Коняевой. Фамилия, имя и отчество представьте. Рогачевский Алексей. Что здесь делаете на базе? Работа у меня в отчестве. Оборудование чего? Какое оборудование? Которое майнит биткоин-то? Ну, это как я тут нескольких людей. Растерянность Алексея Рогачевского вполне объяснима. К нему на базу на окраине Сыктывкара пришли оперативные сотрудники. Энергетики при силовой поддержке СОБРа. Поставщики электроэнергии заметили большую утечку на линии еще зимой 2020-го. Проверяли всех потребителей. Пытались зайти и на эту территорию, но арендатор им запретил. Допустил электриков только в сопровождении полиции. Поскольку в тот день было зафиксировано резкое падение потребления, подозрительного бизнесмена решили проверить с помощью специальных приборов. Около трех месяцев у нас стояло оборудование. Есть такой прибор РИМ, который поставила Коми МРСК на высоковольтных линиях. Эти приборы фиксировали утечку электроэнергии. То есть благодаря этим приборам учета за этот период был посчитан ущерб. И, соответственно, сумма получилась 5 миллионов 700 тысяч рублей. С февраля по апрель приборы насчитали утечку свыше миллиона 300 тысяч киловатт. Понятно, что такое количество энергии потреблялось не в бытовых, а в промышленных масштабах. Версия о майнинговой ферме подтвердилась во время обыска. Ну что, включаем? Да, включайте. Все автоматы включите. Рогачевский сначала вину отрицал. Утверждал, что найденное у него специальное оборудование принадлежит неким посторонним инвесторам. Говорил и о майнинг-отеле, где он предоставлял свою базу для установки чужого оборудования. Затем заверял, что с помощью нанятого IT-специалиста просто ремонтировал и перепродавал электронные устройства. Идея нелегально подключиться к электросетям, то ли для проверки оборудования, то ли для обогрева помещения, принадлежала не ему, а нанятому электрику. И только в суде он полностью признал предъявленное обвинение. Правда, отметил, что майнинговая ферма была собрана и протестирована. Но еще не начала работать. У него был в подчинении системный администратор, который в том числе как и ремонтировал данное оборудование, так и обрабатывал полученную информацию от оборудования для майнинга криптовалюты. Оборудование для майнинга криптовалюты находилось в заброшенном здании на втором этаже. По краям данного здания находилось 11 стеллажей, где было расположено, кроме оборудования для майнинга криптовалюты, также модули для передачи интернет-сигналов, в том числе ноутбуки для обработки данной информации. Допрошенный сисадмин пояснил, что криптоферму начали оборудовать еще в 2019 году, причем сначала в специально привезенном балке. Начинали с 20 так называемых асиков. Он пояснил Рогачевскому, как работает система получения биткоинов, вывода средств и создал ему электронные кошельки. Электрик подтвердил, что по указанию бизнесмена помогал в переносе оборудования на второй этаж здания и нелегального подключения к электросетям. Какие доходы шли от добычи криптовалюты, знал только шеф. В 2015 году руководитель одной из актовкарских компаний решил заняться добычей криптовалют. Для этого он приобрел свыше 400 единиц специализированного оборудования и установил его на территории, принадлежащей ему компании. Для того, чтобы обеспечить функционирование этого оборудования и сам довольно энергозатратный процесс добычи криптовалюты, он несанкционированно подключился к электросетям. В 2011 году Алексей Рогачевский получил два года колонии общего режима за неисполнение обязательств перед заказчиком и хищение больше миллиона рублей при строительных работах. В этот раз Сыктывкарский суд отправлять его за решетку не стал и назначил ему два года условного лишения свободы с конфискацией изъятого оборудования. А вот погасить ущерб в пять с лишним миллионов рублей энергоснабжающая фирма требовать не стала. Пытается взыскать его с сетевой компанией через арбитражный суд. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа не только на страничке ВКонтакте и на сайте юрган.рф. Теперь мы в прямом эфире еще и в видеохостинге Рутуб. Следующий обзор криминальных происшествий пройдет в понедельник Иван Беречевский. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин